Всем привет! В эфире бой скаутов. Первый подкаст спорта день за днём о футболе. Сегодня обсуждаем. Доменико Тедеско в Спартаке. Новая жизнь или снова за старое? Юрген Клоп учится быть не похожим на себя. Зачем? Чем Вячеслав Караваев лучше Игоря Смольникова? И как Игорь Шалимов нашёл себе работу? Доброго всем дня! В эфире снова бой скаутов от спорта день за днём. И главная тема сегодняшнего дня называется так. Дима всех порвёт. Нет, другая. Дима соберёт состав Зениту за одно межсезонье и на сдачу наберёт состав Манчестера Юнайтед. Нет, опять не то. Нет, сегодня у нас тема. Доменико Тедеско сейчас подписывает или уже подписал контракт с московским Спартаком. Я с радостью представляю Диму. Диму Нечапаренко. Опытный скаут. Уже безо всякой иронии, безо всякой хихихаха, безо всякого... С полнейшим уважением представляю тебя в нашем втором выпуске «Боя скаутов». Спасибо, Ваня. Расскажи, пожалуйста, нам, как дошёл до жизни такой твой бывший сотрудник, один у нас работал в футбольном клубе «Краснодар», Игорь Шалимов. Каким образом, после всех этих постов в Инстаграме, в адрес Олега Кононова, когда он писал всякие нелицеприятные вещи... А он сам писал? Я не знаю, может быть, ему кто рукой водил, конечно. Может, он чьей-то рукой водил. Может быть, он чьей-то рукой водил. Может быть, сам Кононов про себя под именем Шалимова писал. Я не знаю. Я вообще вот эти вещи в современном мире, когда там это кто-то где-то написал, не особо... Сказал Дима и длинную хатабачевскую бородёнку перебирает. Так вот, расскажи, пожалуйста, как же всё-таки Игорь Михайлович вдруг снова всплыл на небосклоне. Мне, честно говоря, кажется совершенно логичным, потому что сколько там, надо говорить, кто-то не потешался. В плане, может быть, каких-то современных тактических нюансов, да, есть ограничения, но идеальная кандидатура-то, да. Потому что, на самом деле, если серьёзно, то я думаю, что выбор не такой большой для Ахмата был из тех, кого выбирать. Поэтому мне кажется, что это не самая плохая кандидатура. И я думаю, он должен справиться с задачей, оставить его. Ну, вот ты вспоминаешь его по работе в Краснодаре, да. У него много было гениальных и талантливых идей. Его не поняли, его поняли. Ну, чуть-чуть лучше. Я не зря про Шалимова, кстати, сделал заход. Потому что мы скоро будем обсуждать Тедеско. Очень красноречивого тоже тренера. Может быть, найдём мне даже что-то общее. Не, ну просто, ну не знаю, может, конечно. Потому что я в Тедеско меньше разбираюсь, чем в Шалимове. Нет, просто дело в том, что я искренне могу сказать, что Шалимов, конечно, это не... Я думаю, он сам это осознаёт. То есть, это не какой-то там тренер-новатор и прочее. Но решить какие-то локальные задачи в нашем суровых реалиях, я думаю, это вполне... С этим он может справиться. И, мне кажется, самая главная задача Ахмата из года в год, это просто оставаться в премьер-лиге. Потому что они никогда не попадают, по сути, уже в Лигу Европы. И никогда не должны попадать в стыке. То есть, вот этот баланс надо сохранять. Мне кажется, с этим он вполне может справиться. И, думаю, в данном случае это логичное назначение. Тем более, как я понимаю, твой друг Андрей Талалаев сказал, что ему было хорошее оставленное наследство в Химках после Игоря Михайловича. И он его тоже похвалил. Я, кстати, этого не читал, но надо будет спросить Андрея Талалаева об этом. Смотри, я всё у тебя рассказывал, как ты собираешь состав «Зениту» за одном из сезонов Манчестера. И на этот назначу я теперь себя пропиарю. Сегодня просто полночи карпел над статьей про Доменику Тедеску, которая должен быть... Мне было тяжело. Тяжело было, да. Это мне надо тоже было, видимо, не спать всю ночь, чтобы понять. Потому что некоторые аллюзии для меня были слишком сложны. Да, да. Вышла она с аллюзиями со всеми. Ну, а о чём там, собственно говоря, речь? Там был один абзац. Не знаю, себя цитировать, это, наверное, совсем уже признак сумасшествия приближающего. Но, тем не менее, там была история про тренера, которого запросил один из футбольных клубов. Какого-то эфемерного тренера. Им нужен тренер для того, чтобы получить развитие. И они говорят, чтобы был молодой, чтобы красиво одевался, чтобы умел красиво говорить и подавать информацию. Я думаю, Дмитрий, что ты тоже сталкивался в последнее время с такими делами, да, и, возможно, да, и слышал о чём-то таком, что тренер должен владеть всеми статистическими программами, что должен президенту клуба показать, как он тычет смартфон и подсчитывать, чуть не сказал точку G, 4XG. Это у президента женщины? Слушай, а вот это, Дима, сексизм, ты знаешь, я бы мог тебе рассказать историю про одного коллегу, который однажды столкнулся с разъяренными дамами, но это мы потом с тобой сделаем за пределами эфирос, пожалуй. Всем известно, что Игорь Шалимов, он тоже достаточно чёрт языкастый тот ещё, да, и, собственно говоря, а Сергей Галицкий, он очень подходит под описание того президента, который очень любит, когда ему красиво что-то рассказывают. Ну, презентации, безусловно. Презентации раз, красиво рассказывают, когда с ним дискутируют, да, и точно похожая ситуация весьма, почему, собственно говоря, эта история была использована, она грядёт в Спартаке, то есть, сегодня руководство красно-белых встретилось с Доменико Тедеско, этому человеку, ну, вот многие болельщики Спартака сейчас пишут в Твиттере о том, что, ну, вот, наконец-то я дожил до момента, когда тренер Спартака моложе меня, и эта ситуация, ну, вот, кем-то может быть воспринята как щекотливой, но, тем не менее, Тедеско полностью подходит. Ну, вот эти параметры, по-моему, 34 или 35, 36, может быть. Комфуау, он начинал тренировать, по-моему, в 33, если я не ошибаюсь. Получается так, что, в принципе, он начал своё тренерское восхождение с того, что он убедил именно с помощью вот этих вот навыков, да, пользования технологиями, пользования, ну, извини, собственным языком, он убедил взять себя на работу такого жёсткого мужика, как Хельги Леонард. Это, ну, главарь, назовём его. Я уже теперь этого парня, похоже, хорошо знаю, до прошлой программы ни разу о нём не слышал. Мы всё время об Ауэ с тобой, потому что разговариваем о скромном немецком клубе, который сам столько о себе не говорит. Но, тем не менее, да, скажи, пожалуйста, вот это вот умение убеждать руководителей, оно сейчас действительно так настолько актуально? Ну, я думаю, ты сам знаешь ответ на вопрос, просто меня подтягиваешь к тому, чтобы я на него отвечал. Понятно, что если решение принимает человек, который даёт на него деньги, он должен... То есть, ему хочется, чтобы это было... Красиво. Да, это красиво и презентабельно, и понятно ему. Поэтому, тем более, люди всё-таки зачастую объективно совершенно не погружены полностью в футбольный процесс, потому что у них есть другие дела, и это нормально. И это, кстати, к этому надо лояльно относиться, к слову. Но для этого у них должны быть правильные помощники, правильно? Да, но другое дело, что себя полностью отключить от футбольных вопросов им сложно. Всё-таки тогда непонятно, зачем вообще этим заниматься. Можно какую-то противоречие в этом найти. Ну, там и поводов может быть масса. Вот, и поэтому, да, безусловно, должно всё выглядеть так, чтобы это было презентабельно. И к тому же, мне кажется, надо ещё такой момент понимать, что всё время же рассказывается о том, что постоянно появляются какие-то новые тенденции, и кажется, что люди чуть там, не знаю, 50 лет уже не способны их воспринимать. Поэтому кажется, что это совсем другая генерация людей. Ну, в частности, это правда. Плюс, может быть, они где-то думают, что игрокам будет легче воспринимать молодым, потому что всё равно теперь всё пытаются... Андре Шурли. Нет, что касается «Спартака», я вообще никакую логику не нахожу, честно говоря. Нет, касательно «Спартака», я, честно, не буду врать, я ТДСК видел шальки, но не делал какого-то тогда большого акцента. А сейчас мне не столько... для работы мне это не нужно, интереса меня «Спартак» не вызывает. Поэтому по большому счёту анализировать, как он там будет играть, я не знаю какой смысл. Но я знаю только одно, что Томас Цорн хорошо знает немецкий рынок, собственно говоря, смотрите, трансферы. Смежные Голландию, Чехию, и поэтому игроки появлялись оттуда. Причём сейчас, наверное, ты согласишься со мной, да, есть такая всё-таки важная деталь, что настоящий спортивный директор даже в первую очередь должен не знать, какие игроки есть, да, и кого нужно брать. Это, в принципе, любой может человек сделать, да, более-менее соображающий футболь и посмотревший, что происходит, да, повнимательнее за какой-то лигой последив. А знать, кто сейчас свободен, кто может уйти. Безусловно. И кто, если даже не свободен, тоже может уйти. Безусловно. Вот эти вещи оцениваются. Так в этом, мне кажется, как раз спортивный директор. То, что оценить игрока, это лучше сделают, наверное, селекционеры, которые с оточенными на футбольной части, безусловно, их тоже пытаются загружать периодически какими-то делами, связанными с переговорным процессом, но в меньшей степени. А спортивный директор как раз-таки должен больше заниматься переговорной частью. И, честно говоря, по тому, что сделал Цорн пока, восхищение меня не вызывает. Потому что при всём уважении к Кралу, я наверняка скажу, что ты его высоко ценишь, но купить человека из чемпионата Чехии за такие деньги, это просто человек, который отыграл два сезона на этом уровне. Ну, это просто... То есть, это не заслуга подписывающей стороны, это заслуга продающей стороны. Продающей стороны? Нет, а почему? Я абсолютно с тобой согласен. Я просто, извините, я сегодня договорю. Поэтому то, что касается Тодеско, мне кажется, выбор вариантов, который был по этому направлению, был очень маленький. Поэтому выбирали его. А как там Леонид Арнольдович опять сели на ухо? Ну, это я не знаю. Ну, Леонид Арнольдович всё-таки ищет возможности клуб постепенно перепродать, насколько подсказывают из-за угла. А кому? Он пытается сесть кому-то тоже на ухо, чтобы продать клуб. Это естественно, потому что это всё сейчас как раз зависит от того, в каком состоянии будет Спартак в ближайший год. То есть, если он будет в таком, как сейчас, то ему придётся сесть на ухо просто всей своей массой. Может быть, даже применив какой-то дополнительный ресурс. Если же это будет удобоваримый продукт, причём дело даже не только в победе или не победе в чемпионате России. А чего? Если это будет речь не только о победе и не победе. А это вообще можно рассуждать об этом? Хорошо. В перспективе одного-двух лет, допустим, опять всё случилось, что они пошли с красным флагом к светлому будущему. А речь идёт просто о том, что это будет бесконфликтная среда, это будет грамотно работающий клуб и так далее и тому подобное. В этом случае покупают футбольные клубы. Таким образом, ты считаешь, что ТДСК, МЭДСК абсолютно всё равно кто? Абсолютно. Я говорил это в прошлом. Ну, а что делать-то им? Закрыться, что ли? Или что? Когда-то команду ЦДК распустили, мягко говоря. Не, ну извините, таких людей уже мало сейчас. Кто может так распустить команду? Тут другие по-другому распускают. Ну что, что? Я считаю, надо просто реально как-то собраться по-настоящему. Не как это происходит, там у Федуна какие-то встречи с болельщиками, а взять всем, понять, просто встретиться и нормально поговорить. Понятно, что какой-то актив собрать, Федуна собрать, может быть, каких-то там ближайших акционеров, и взять и просто решить, что мы должны не мешать. Как бы с прессой договориться в том числе. Так они договариваются с прессой, они после чемпионского, извини меня, договариваются с прессой так, что они потом ради Дениски и Глушакова, они снимают карреру, ты понимаешь? Вот так они договариваются с прессой. Ну, вопрос в том, что они все равно идут все на поводу у каких-то интересов в течении и прочего. То есть, ну, какое-то должно быть объединение, которое... Потому что, не знаю, там можно сейчас про ЦСКА сказать тоже, что тоже сейчас какие-то пошли непонятные вещи в ЦСКА происходящие, но все-таки я уверен, что их купируют довольно быстро. А в Спартаке это, я не знаю... Конечно, их купируют. Там Евгений Ленович, он быстро всех купирует, если что. Ну, вот, я и говорю. А здесь, получается, ситуация такая, что чуть что сразу выплески каких-то безумных эмоций. Ну, не знаю, я честно желаю... Просто, ну, интереснее будет у себя более здоровая какая-то команда, еще одна поэтца в чемпионате, если с ТДСК что-то удастся справиться. Но я не очень понимаю, каким образом это может произойти. Ну, в любом случае, у ТДСК есть некая путеводная звезда, как и у всех немецких тренеров, которые получали свое образование в Академии Менхеннесса Вайсвайлера, недалеко от Кёльна. Есть Юрген Клоп, который, в общем-то, доказывает все и вся. Защищает немецкую школу перед всем миром, выигрывали в Лигу чемпионов, а сейчас, похоже, еще и везет в чемпионате Англии. Огромный отрыв всем преследователям, 8 очков. Причем вчера Лестер они гоняли там как собак, но при этом не реализовали моменты и едва не сыграли с ними мучью. Это, кстати, старая добрая проблема Юргена Клопа, команд его. Потому что когда были худшие времена Дортмундской Боруссии, когда они играли в огромные энергозатратные прессинги, им просто часто не хватало свежести ног для завершения. Они точно так же создавали тьму моментов, а потом у них на сведенных ногах не получалось с 5 метров. Ну, это та проблема, которая часто присутствует у команд, которые играют в такой, как ты говоришь, энергозатратный футбол. Плюс эта игра, я бы не сказал, что там было все так прямо гоняли, как Лестер, как собак или как лис, потому что я не знаю у кого. Но мне кажется, что там был момент очень хороший при 0-0 еще. Забили перед самым перерывом, то есть забили в конце первого тайма и забили уже в самом конце. Другое дело, что в этой игре опять... То есть я вот честно могу сказать, что я когда-то время Клоп считал все-таки не тренером вот того уровня, как там условно Гвардиола, условно назовем. Потому что мне казалось... Ну, и даже, наверное, сейчас я могу сказать, что проблема, которую ты обозначаешь, она все равно остается. В том смысле, что команда не может играть, зажав соперника просто на последние трети, не контрпрессингом, а спокойно играя в контроль. Потому что как раз эта игра позволяет большим клубам зачастую экономить ресурсы. Но он стал гибче, обрати внимание. И финал Лиги Чемпионов это только... Нет, безусловно. Так я и говорю, что я в данном случае все равно признаю, что он развивается. И это большая заслуга. Потому что ко всем другим добродетелям, которые присутствовали раньше, все-таки добавляется и это. Но и тот же матч с Лестером, мне очень понравилось, как он понимает, что одна из лучших, наверное, пар фланговых защитников у Лестера, которые есть в премьер-лиге. И то, что Чилл был очень опасен при подключениях. Он убрал Салаха, поставил... Пускай они менялись позициями, но в основном Салах играл центрального нападающего. А справа располагался, соответственно, Мане, слева Фермина. Потому что таким образом они пытались лимитировать и довольно успешно и Чиллова, и Перейру. Плюс интересна была позиция у Фермина, потому что он располагался именно вот то, что он обычно делает как ложная девятка, опускается и принимает там мяч. Теперь он получал это в левом полуфланге. И как раз-таки тем самым часто разбивал возможность накрывать Ливерпуль, потому что получая там мяч, он либо вытягивал за собой центрального защитника, либо, я смотрю, ты мясо смотришь и что-то хочешь сказать. Продолжай, продолжай. Где-то далеко люди, слушающие нашу программу, начали падать на руль в пробках, пытаясь понять, где находятся полуфланги и кто из них полусредник. Но ты продолжай. Вот, ну то есть я хочу сказать, что именно под конкретного соперника была проведена серьезная работа. И на фоне усталости после того матча, который я не видел, честно сразу скажу, с Red Bull Zaynberg, который больше знаменит. Наверное, его тоже меньше видели люди, чем вот это кино, которое было. Но тем не менее, я могу сказать, что на фоне усталости все-таки выиграть такую игру, как у Лестера, это достойно. И честно, ну сколько получается, 8 побед на старте? По-моему, там осталось, я в статистике не силен, что-то одна или две игры до повторения. Плюс еще результаты в Лиге Чемпионов. Плюс еще победа в Суперкубке. То есть, ну действительно есть результаты. Я уверен, что будет спад и говорить о том, что чемпионство сейчас там решается, это абсолютно, мне кажется. Ну, там матчи, по-моему, уже не меньше, чем в НХЛ, поэтому я действительно рано еще об этом поговорю. Не, ну матчи в сумме в Европе становятся все больше и больше. И потом, ты помнишь, у Клопа все время случаются периоды, когда вдруг начинается вот это посыпание головой текла, у меня все сломали. Я думаю, что здесь есть такой момент, но я думаю, что он привыкает к тому, что, во-первых, в Англии нет вот этого перерыва, который есть в Германии. Это тоже существенно, но то есть, ну... Ты не можешь выжать всех к ноябрю, а потом рассчитывать вернуть их за... Что здесь, типа, это одна часть, которую ты поиспользовал, потом все поехали на курорт, там, затем они поехали на сбор, все вместе... И это заново вторая часть сезона, здесь нет второй части сезона, здесь есть общий сезон. Ну, кстати, насчет курорта я тебе немножко билетристики добавлю, что вот как немецких, если кто-то когда-нибудь наблюдал, как немецкие футбольные команды проводят сборы зимой, то очень удивятся, как ведет себя персонал, да, назовем так, да, не тренерский именно штаб, а все, кто... технический штаб, там, администраторы, начальники команды, массажисты, или там даже пресс-таше, они садятся в лобби после каждого рабочего дня и пьют всякие напитки, например, любые. Можно поставить слово и пьют. Любые. А, например, в российских клубах там все больше напоминает вот какой-то вот такой вот... ну, я не хочу неправильное слово найти, но ходит всегда часовой, проверяет, не сбежал ли кто куда. И там, если кто-нибудь, не дай бог, кто-нибудь там к ней-нибудь вот там застукан, что он там опрокинул бокал пива, то там могут быть последствия... То не пьющий часовой. Поэтому они же опираются в номерах и продолжают это делать в номерах. Вот такая вот разница культурологическая. Ну, безусловно, я... Поэтому слово «курорт» ты немножко подобрал правильно. Немножко правильно, ну, спасибо. Хоть иногда немножко правильно подбираю. Вот, а касательно того, что циклы, как раз-таки, о котором мы говорили, подготовки, все-таки я постараюсь в каждой программе привлекать немного внимания болельщиков в Брэдфорд-Сити и после нашей победы... Мы с личным бумагом обсуждать Брэдфорд-Сити будем обсуждать. Да, просто после победы в субботу над Суинденом, подумайте, это четвертый по уровню дивизион. Подумайте, подумайте, где это вообще, да? Да, и тем не менее, Гарри Бойер, тренер Брэдфорд-Сити сказал, что это заслуга и игроков, и персонала. Потому что, говорит, мы наконец нормально тренировались в недельном цикле, в том числе это помогло. И персоналу подготовиться, разобрать соперников. Потому что никто об этом не задумывается. А когда в Англии об этом задумываются? Тогда там надо каждый день играть. Вот, об этом речь. Но проблема-то в том, что все думают, что устают только игроки. Но ведь тренер с тем штабом, нет времени персонала, просто нет возможности подготовиться. Это правда. Причем на это, в принципе, пожалуются тебе даже и российские тренеры, и персонал, как только начинаются матчи через 2-3. Это реально тяжело. Это нормально, международный календарь-то перегружен. Перегружен. А по поводу того шоу, которое мы вспоминали в связи с матчем Ливерпуль-Зальцбург, это когда тренер Йесси Марш, тренер Зальцбурга, при счете 3-0 в перерыве устроил там какую-то вопли-крики в стиле камон-камон, мы их всех замочим, мы их всех задаем и так далее и тому подобное. Это все показали на камеру, все это выложили, естественно, в социальные сети. На мой взгляд, это набор типичных тренерских фраз, которые можно было, во-первых, а, никуда не выкладывать, б, которые можно было произнести с менее пафосными криками. Это, в принципе, то, что тренер так или иначе всегда говорит в раздевалке. И, если честно, я себя пытаюсь представить на месте игроков, когда я вижу вот такое вот шоу, да, мне скорее, наверное, тянуло бы, насколько я себя знаю, посмеяться, да, вдруг в плачок. Ань, тут я скажу себе свое мнение, я побоюсь. Я не испытать какой-то, а не испытать какой-то прилив ярости к сопернику. По большей части я с тобой соглашусь, но чуть-чуть попробую дать другую точку зрения, что все-таки, когда ты проиграешь 0-3, ты чувствуешь себя, мягко говоря, виноватым. И здесь восприятие не такое, как ты сидишь в удобном кресле. Здесь, наверное, все-таки такой подход может быть правильным. Но другой вопрос, мое мнение, вот как человека и нерелигиозного, но уважающего, тем не менее, определенные вещи. Вот есть алтарь. Вот ты знаешь, что туда только служители культа должны ходить. Так же и в раздевалку. Не надо пускать туда камеры. И не надо туда пускать камеры, особенно вот эти с постановочными. Там же, говоришь, одну камеру. Там не одну камеру. Там же кино снимают. Но ты не забывай, что это Red Bull. Это же проект. Пластиковость. Прямо-таки уже можно сразу эту Грету Тунберг пригласить. Вот где загрязнение всякой экологии футбола. Что ж это странно, они туда не бегут почему-то в эту раздевалку. Ну, действительно, да. Снято, снято. Просто как будто они ждали этого спича. Конечно. Тренер выступил так, как будто более того. Он еще и играл на эти камеры. Ну, я те... Вот на поводу игры я согласен. Я совершенно не поверил ни одному слову. Нет, сами слова вполне могут быть понятны. Но то, что это просто создание сюжета... Это одни и те же слова. Тренеры произносят их каждой. Почему он не может просто не по-английски говорить, а без англицизмов? Потому что он сначала сказал... Подожди. Он сначала сказал по-немецки, а потом он повторил все то же самое по-английски. А слово «патин» нельзя сказать по-немецки? Можно. Но он просто говорит лучше по-английски, чем по-немецки. Поэтому он, видимо, как бы ничего не совсем владеет до конца ругательствами на немецком. Ага. Он не мог использовать там всякие Хюринзонен, там и Заукерли и так далее. Поэтому, не знаю почему. Возможно, это было бы не слишком театрально. Никто бы не понял. Но, как сейчас принято говорить, люди бы не поняли. Потому что все время теперь принято переигрывать во все. А людям надо, чтобы все поняли. А я думаю, что потому что Red Bull – это международный проект. Это транссоциальная корпорация. Это абсолютно логичная история. Кстати, мы говорили сейчас о Клопе. Ты долго рассказывал про полуфланги. Я мало рассказал. Я мог бы больше. Безусловно. Поэтому тебя всего 40 минут и дают здесь, чтобы ты никого не утомил. А вот на Доменико Тедеско считает своей базовой схемой 3-4-3. И вообще все, очень многие тренеры из этого призыва, как назовем, у этих 30-ти плюс летних и так далее, они все считают, что 3-4-3 позволяет контролировать больше пространства, позволяет оперативнее реагировать на потери мяча, заполнять больше этого пространства. Опять же, опять же, опять же, все то же самое мы рано или поздно слышали о других схемах. Но в данный момент, а Юрген Клоп, видимо, уже по старинке является, ну, все-таки он все-таки апологет четырех защитников по-любому. Да. Либо так, либо этак, но всегда четыре. Вот скажи мне, пожалуйста, что это за история с 3-4-3, видишь, мне даже выговаривать это все сложно. И применимо ли это на российской земле, учитывая объективные проблемы, которые могут возникать при плохой игре крайних игроков. Ну, вот это главное добавление, которое ты сделал, мне кажется, потому что иначе мы говорили бы о чем-то вообще эфемерном повисшем воздухе. Ты должен один здесь умничать. Вот. А безусловно, то, что эта схема сама по себе предусматривает людей с очень большим объемом, и которые, главное, даже не столько объем, вот эти вингбеки в данной позиции, они должны просто очень хорошо чувствовать переходные фазы как вперед, так и назад. Потому что я думаю, что действительно большой плюс этой схемы – это способность именно в переходах хорошо играть, потому что здесь есть варианты, и когда Виндер, который находится на вингбеке, может создавать с ним связки на флангах или уходить внутрь под подачу после. Но вопрос в том, что у нас с фланговыми игроками всегда проблемы. И при этом у нас очень любят заполнять фланговых игроков русскими футболистами, потому что традиционно считается, что это как бы наиболее такие, легко камуфлируемые сложности, которые скорее можно там запрятать, нежели в чем-то другом. Поэтому, честно говоря, а с ученым того, что имеется в распоряжении Спартака, когда там Рассказов и Ещенко через раз попытаются рассказывать, да, я смотрю с какой-то довольной улыбкой, смотришь на все это, такой не самый добрый. Нет, я с доброй, я с торжествующей, знаешь, почему? Потому что я, вот, насколько я технично подвел вот беседу к тому, о чем мы с тобой спорили недавно на матче Зенит-Бенфика. Потому что, смотри, как мы через ТДСК, через 3-4-3, мы вышли на Караваева и Смольникова. Наверное, поскольку мы полтайма с тобой убили на то, чтобы обсуждать, обсудить, зачем взяли Караваева и чем он может помочь Зениту. А поскольку сейчас матчи сборной предстоят, куда Караваев вызвал, а Смольников нет, все-таки матчи Зенита там в Лиге Чемпионов и так далее, да, подо что, видимо, брали усиление на позицию крайнего защитника, то мы должны как бы вернуться к этому скоро и напомнить, о чем речь. Я говорил тебе, что Славу взяли для того, чтобы сделать более четко игру в атаке, обеспечить как раз вот эти переходы более внятные, да, при случае, если будет играть один линейный игрок на фланге. А ты говорил, что он вообще слабый. Я, нет, мне он до сих пор не нравится. Так нет, понятно, что не мог ничего за 4 дня изменить, только под эфир. Я тебе денег за это не платил. Но вопрос в том, что мы в итоге сошлись в одном, что если это русский игрок из того, что имеется, наверное, это довольно адекватный выбор, скажем так. Но меня не очень устраивает его техническое оснащение, потому что если внимательно посмотреть тот гол, который свои ворота забил Диас, то касание, которое он сделал перед прострелом, оно было слишком длинное. И вот эти моменты очень часто повторяются. То есть, он играет на длинных пробросах, он не контролирует мяч на ведении. То есть, он скорее его пробрасывает и догоняет. Я соглашусь с этим комментарием, это действительно есть. Но ты же понимаешь, природа от этого откуда берется. Во-первых, парень играл в чемпионате Чехии, где это возможно. Он играл в чемпионате Голландии, где вообще никто не занимается игроками. Все равно, это вопрос техническое оснащение, которое еще раньше нужно копать, а не из Голландии. Ну, слушай, раньше. Если мы раньше будем копать, то хорошо, что он вообще уехал и поймал для себя такой шанс. И в Чехии его раскрыли, собственно говоря, тогда, когда, помнишь, такой защитник есть, Кадержабик, который в Хофенхайме играет. И, кстати, последнюю игру с Баварией он играл полузащитника. Вот что интересно. Он уехал из Спарты в Германию, им нужен был линейный игрок, похожий по манере на него, который будет очень остро атаковать, подключаться. И взяли Караваев. Просто, на мой взгляд, Караваев все-таки это игрок хороший, добротный, но не для топ-клуба даже по своему техническому оснащению и вариативности. Он может выполнять определенную функцию, это безусловно. То есть, он такой, как ладья такая туда, двигающаяся, только в одну сторону, правда, параллельно плохо. То есть, у него нет захода внутрь, у него нет сильной левой ноги, хотя бы даже приличной левой ноги, чтобы быть вариативным. Но определенную функцию он может выполнять. Думаю, уже через... То есть, даже сейчас, наверное, он может дать больше, чем Смольников, но пока, на мой взгляд, оценивать еще рано, потому что ему нужно встроиться в команду полноценно. Это любой, я думаю, скажет. Но все равно, его лимит довольно высокий. То есть, он не станет игроком прямо большого. Лимит наоборот. Низкий ты имел в виду. Да, да, да. Вот понимаешь, ты мне нравишься, конечно, так. Ты всегда любишь все сгустить по поводу того, что как все плохо и ужасно. Мне говорит Денис Бушуев, я очень негативен. Нет, ты очень негативен, а потом, когда тебя выводишь на чистую воду, ты все равно соглашаешься так или иначе. Я ведь тебе тоже говорил, по сути дела, что я тоже не считаю его богом. Я просто сказал, что в ситуации, когда у тебя есть Смольников, который, скажем так, за которого нужно очень много времени тратить энергии на отработку потом, после его подключения, то именно вот этот человек, это решение вопросов во многих матчах, когда крайний защитник имеет возможность подключаться. Тем более, когда на левый край куплен иностранец, да, и ты понимаешь прекрасно, что ты живешь в ситуации российского, с лимитом на российских игроков. Ну, просто... На иностранных игроков. Ну, я понимаю, да, Масаль. Просто, на мой взгляд, если как раз уж проводить параллель, безусловно, понятно, что там сравнивать Сантоса и сравнивать Караваева, но это как бы разные люди. Так же, как и Жарков там. Но получается слишком большая разница. Ну, то есть, на мой взгляд, это... Ну, уж как поработали в российском футболе последние 10 лет. Как поработали 10 лет, такая разница. Ну, я согласен. Просто дело все в том, что лично для меня он и не настолько надежен в обороне. То есть, прежде всего, он не надежен в обороне. Прежде всего. То есть, против команд, где придется съедеть глубоко, это будут проблемы. Он не очень хорошо переключается, когда он играет зоны на игрока. Все правильно. То есть, эти моменты... У него нет этого навыка отработанного, и это горело его в синим пламенем. И в Чехии было очень хорошо видно, что... И как недавно тут говорил Федотов с Оренбурга, который победил Спартак и сказал, что мы знали, что они проигрывают дальнюю штангу. Вот, в принципе, как раз у Караваева будут проблемы с приемом игрока на дальние штанги всегда. Потому что вот этот вот так называемый маркинг, он в Голландии вообще никому не нужен. Даже Сулский недавно в интервью сказал. Ну, у него даже такой момент, что он не всегда контролирует игрока и мяч одновременно. Это очень сложно, на самом деле, момент. Потому что это нет навыка, это просто элементарно. Нет у этого навыка. Потому что на это просто не указывают, что это плохо. В Чехии на это, безусловно, могут указывать. Но там предпочли делать акцент на его положительных сторонах. Потому что сейчас, в принципе, как ты понимаешь, в мире вообще нету моды сильно кого-то публично гнобить. Скорее, наоборот, нужно черное назвать белым, а белое черным. Это не то, чтобы... Но это проблема... Сейчас не хочу до него уходить. Иначе ты крала, а не продашь. Ты крала, а не продашь, Спартак. Ты понимаешь, иначе... Хочу сказать, и на трансфере тоже не украдешь. Ой, ой-ой-ой. Вы только что сделали серьезное обвинение. Интересно. Ну, везде-то вы, Василий Иванович, были. Все это вы знаете. Нет, ну... Сидит довольный такой. Шелестит там чем-то под столом. Дело все в том, что по поводу Караваева, вот я могу сказать, я его мало знаю, потому что когда еще работал в Краснодаре, заходила о нем речь. Я чуть-чуть посмотрел, и я сказал, ну, на мой взгляд, для того, что пытались сделать в Краснодаре, в тот стиль футбола, который я и не хотел этого игрока, скажу честно. И здесь я был согласен с Ильей Николаевичем, который сказал, вот этот сутулый, который туда-обратно бегает, не, не надо нам такого. А вот я тебя сейчас подловил, потому что, например, в период твоего властвования, назовем так, в Краснодаре, когда ты там властвовал, приехал господин Рамирес, а приехал он с исходными данными, очень похожими на славу, с точки зрения подключения вперед, и не возвращаясь к мальчику, матинос, давай не будем, давай не будем, да какая разница, не будем сравнивать. Дисциплина у него была офиговая тогда, откровенно говоря. У меня претензии к Караваеву одна. К Караваеву у меня одна претензия. Ключевая, как игрок, который прежде всего играет в атаку, должен обращаться с мячом лучше, быть вариативнее, быть стабильнее в подаче. Вот все, что я хочу сказать. Ну, то есть, чисто на самом деле, техпотехническим данным, просто была огромная разница между ним и Рамиресом. Если брать совсем все в грубую. Безусловно, безусловно. Сколько денег на Рамиресе сделал, ну-ка, признавайся. Не знаю, пока еще не продали. Я могу сказать, что и плюс Рамирес двуногий. Да, это правда. Многие считают, что он вообще от природы права. Не-не, я все время про дисциплину говорил. Я не понятное дело, что он по технике сильнее. А по дисциплине это сейчас стало. Кстати, вот к Игорю Михайловичу хочу сказать. То, что Игоря Михайловича многие ругают, ругают. И я тоже в том числе. Но я могу сказать, он был дисциплиниром. Ну-ка, 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 за что ты ругаешь? Нет, подожди. При Игоре Михайловиче... Я пока слышал только оды. Нет, ну просто... Это Шалимов, если кто вдруг не понял, кто какой Игорь Михайлович. Я хочу сказать про... Я просто ругаю, не в том смысле ругаю, но я не считаю, что это реально тренер довольно ограниченный. Я думаю, он сам-то это считает. Не знаю, его послушать он как бы не совершенно считает, что все, наоборот, кругом ограничены, а он не ограниченный. В общем, в том, что в плане дисциплины Рамирес был при нем, чем при Мусаеве, значительно более дисциплинированный, как и вся команда, кстати. Ну, это логично, потому что, мне кажется, что вариант с российским ТДСК, которого пытается сделать Сергей Николаевич из Мусаева, в принципе, с одной стороны, можно ему за это уважать, за то, что он предпринял такой шаг, с другой, все-таки, мне кажется, что если ты хочешь сделать команду такого международного уровня, что-то типа второго Базеля, или с чем можно еще сравнить. Ну, у Бенфики состав-то не намного сильнее был, который с Зенитом играл, чем собрал Краснодар в последнее время. Ну, перспективнее. Ну, перспективнее, да, безусловно. Но если брать на сегодняшний момент, брать готовность там, то, в принципе, Краснодар похож на очень многие европейские команды, но совершенно не похож с точки зрения организации игры. То у тебя все-таки должен быть тренер... Ну, я тебе скажу, на какой-нибудь Байер он похож. Ну, на какой-нибудь Байер. То есть, у тебя все равно должен быть какой-то тренер, который будет вот это все... Потому что у тебя плохо играет Ольсен, который был хорош год назад. Да, Ольсен был очень хорош. У тебя не... Ну, Берхмой это отдельная история, это вообще игру. Я могу сказать, что никто не делает на этом акцент, но, извините, Мусаев провел первое по-настоящему межсезонье. А это совершенно другое... А это всегда тест для всех. Это для любого тренера. Вот мне всегда говорят, что вот как он показал, команду разбудил. И говорят, подождите всегда любого межсезонья. Не важно, летнего или зимнего. Вот просто подождите. И все будет чуть-чуть более-менее понятно. Поэтому, ну, я имею в виду, что здесь было межсезонье. У него два было межсезонья, по большому счету. То есть, ну, предыдущие еще зимние, скажем так. А вот именно межсезонье, когда между сезонами было вот это. Когда тебя у кого-то увели, кого-то дали. И главное... Я считаю, что у Краснодара главная проблема, почему я об этом даже там уже Классану сказал лично. Что я считаю, что вместо людей с характером, там, Перейра, Классан, Газинский, Кабаре, привезли реально каких-то людей, которые думали, что здесь можно красоваться. Дима Нечапаренко покинул Краснодар и началось. Между прочим, он лично ездил за Классаном, кстати. Нет, он лично привел... Лично привел... Нет, серьезно. Сейчас без шуток. Он лично слетал в Швецию, привез его туда, в Краснодар. Он до этого приехал, а потом я слетал в Швецию тоже. Но все это в другом. В том, что сколько там, разные мнения есть, но тем не менее, Рибалт искал правильную вещь. Это спортивный директор Зенита, если что. Он сказал совершенно правильную вещь. Он сказал, что в современном мире все выбирают людей по тому, что они видят на поле. И никто не общается с игроками. Мало кто общается и узнает характер людей. Насколько они ментально готовы. И мне кажется, что эта ситуация... И гомерически расхохотавшись, Рибалт добавил, и я тоже. Да нет, как раз нет. Ну, а что, если посмотреть по подписанию Зенита, которые были прошлой зимой, мне кажется, все-таки подтверждают работу Рибалта. Тут, по-моему, сколько бы там, к чему они говорили, все очень удачно произошло. Хорошо, давай потихонечку завершать разговор. Но у нас вот теперь будет постоянная рубрика. Дима будет нам предлагать... Ну, может быть, я иногда буду предлагать. Какие-то кандидатуры для рассмотрения в какие-нибудь футбольные клубы, ну, такого более-менее приличного уровня. Вот что ты там высмотрел на последние недели? Ты же там вот как лоб копошился, копошился, наверное, смотрел кого-то, да, привередливо. Нет, я могу сказать, что кто произвел на меня действительно сильные впечатления. Но это не для более-менее средних. То есть, понятно, что очень сложно прогнозировать рост игрока, когда он 2001 года рождения. Но такой человек, как Страхинья Павлович из «Партизана». А можно выразить слова такие из эфира? Ну, хорошо. А Павловичей много. Павлович, хорошо. Да, хорошо. 2001 года центральный защитник. Ну, произвел на меня действительно очень сильное впечатление. 2001, значит, подожди, сколько ему сейчас полно. 18 лет. По тому, как он успевает обкусывать игрока в момент приема мяча, это реально. Просто он его буквально таки вот так обтекает всего и не дает ни вправо, ни влево. Просто вот это все заступающие такие шаги. Плюс успевает из линии выдергиваться, когда нужно, но при этом и садится. То есть, он уже сейчас тактически хорошо подготовлен. А в игре с кем он? Это не принципиально. Это не принципиально, потому что это те качества, которые видны, даже если он будет... А вот знаешь, если он будет сейчас обкусывать, да, например, научится обкусывать уже как большой профи, а потом система вар его за эти обкусывания раз и будет каждый раз ставить на нем финансы. Ну, ты знаешь, я скажу, что я посмотрел не только один матч, я потом посмотрел еще. Он, на самом деле, при этом довольно чистая игра. Да, есть агрессия, но тот же верховой единоборст, например, идет, он действительно хорошо выпрыгивает вверх, а не вперед, как бы, снося игрока. То есть, он очень пластичный футболист. То есть, он может выиграть в высокой точке мяч, который опускается сверху. То есть, соответственно, он хорошо считает. Да, 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 все это присутствует. И, безусловно, неизвестно, тем более сербов могут загубить какие-нибудь пять агентов, владеющих правами на него, и три дяди из какой-нибудь деревни. Это все присутствует. Ну, а так, то есть, это не уровень. Я не знаю, если какой-нибудь из российских клубов сумеет его выхватить себе, то это был бы, конечно, огромный успех, как переходный этап, там, не знаю, как с Видичем или с Ивановичем. А так, из того, что для наших, наверное, можно рассмотреть, вот я видел такой стаги, опорный полузащитник, довольно высокий, из Копенгадена. Да, все новое, потому что... Ну, он появился в этом сезоне, не помню, из какой команды, по-моему, из какой-то маленькой датской появился. То есть, действительно, хороший, добротный, хорошо ищет мяч в центре, быстро отыгрывается, может сдвинуть игрока, уводя, то есть, и на мяче прилично катит, все. Ну, такой добротный футболист, отбор неплохой, высокий, большой, довольно объем, может быть, не хватает резкости, но с его комплекцией это... То есть, они играли, где я его увидел в матче с Мальмю, они играли вместе с Зекой. Зека, конечно, больше на мяче, больше уходит в края, это такой балансирующий. Зека, если что, это, если мало ли кто что подумал, это тоже игрок Копенгагена. Тяготеющий к роли плеймейкера. Да, да, он играет, по сути, в средней трети появляется вообще совершенно в разных точках, а этот остается в центре и так дает возможность балансировать, плюс уводит игрока, давая побольше немножко времени на мяче зайти. Ну, то есть, этот футболист, который, я думаю, 22 года, по-моему, для российских команд, я думаю, что не очень дорогой, посмотрим, как дальше будет развиваться. Это были советы от футбольного скаута Дмитрия Нечапаренко, где-то далеко запищал телефон у Леонида Федуна, и они вот стали просматривать и Стаги, и Павловича, и Зеку. Не надо, не надо туда, не надо. И все скоро приедут, и все трое скоро приедут к ТДСКО, и он будет строить из них новую команду. Давай, перед тем, как мы уйдем, не надо, закричал Дима. Я всегда говорю, когда меня спрашивают, этот игрок подойдет в Спартаку? Я говорю, Спартак не подойдет этому игроку. Так что, опять же, закрыть, что ли? Ладно, давай, не будем сейчас уже говорить в таких вот поминальных тонах про Спартак, надо же что-то с ним делать. Давай тогда скажи, сколько продержится ТДСКО в Спартаке? Откуда же я знаю? Ну, давай подумай, ты к ним пальцем в небо, вот интуиция должна быть у скаутов. Нет, ты понимаешь, ну, как бы, наверное, нельзя же так часто менять тренеров. Ну, до конца, может быть, этого сезона. До конца, просто до конца, и так. До конца этого сезона. Нет, это же будет сейчас эффект низкой базы все равно, потому что ясное дело, что команда не может вылететь, даже не может попасть, наверное, в переходные матчи. Там есть свои кандидаты. Но зато, возможно, они сейчас достигли уже такого, как бы, дна, от которого уже остается только оттолкнуться и идти на верх. Вот, я об этом и говорю. Поэтому всем будет восприниматься, в принципе, у него хорошие базовые вещи. Состав все равно по нашим меркам приличный. Безусловно, я считаю, что это лучшая пара центральных защитников, в принципе. Ну, кстати, да, просто осталось ее просто отформатировать. Безусловно, сейчас, наверное, Иванович с Ракицким очень близки, но все-таки по своей перспективе, по целостности, думаю, что есть все равно сильные футболисты впереди, так или иначе. Но что-то же он должен начать делать. Нет, он начал, потом закончил. Потом закончил, потому что Тиль у меня не полностью убеждает, не полностью, но все равно это игрок хорошего уровня. Еще раз кто? Тиль. Я надеюсь, что Умярова начнут использовать. Мне очень-очень кажется. Умярова начали использовать в Краснодаре. Ну, я не видел матч, но... Там тренер Кузнецов посыпал голову пеплом и сказал, что он всю испортил игру Спартаку своими заменами. Ты считаешь, это адекватное поведение для тренера? Испортить игру с заменами – это неадекватное поведение для тренера. Да нет, но вот сесть за столом и сказать, признать ошибки. Болельщики любят. Давайте признавать. Почему тренер не признает свои ошибки? А мне вот, например, не надо, чтобы он признавал свои ошибки. Мне надо, чтобы он их завуалировал, да? А потом сделал бы все так, чтобы люди и даже не заметили. Я думаю, что тренер, точнее, исполняющий обязанности тренера Кузнецов, я думаю, просто ждет, как бы, ну, вот это пережить. А когда уже с ним это снимут? Я думаю, да. Я думаю, да. Но на самом деле, по-человечески, я думаю, очень тяжело. У тебя нет никакой перспективы. Но при этом у тебя есть какая-то ответственность, которую они тебе сейчас накинули. Но, не знаю, я думаю, в его ситуации вообще как-то критически относиться к нему слишком жестоко. Тренер, возглавивший довольно амбициозный клуб в тяжелой ситуации, посередине сезона, после множества поражений, пришел первым делом знакомиться с игроками на базу и сказал, ребята, понимаете, я фигура временная. Ну, стоило ли удивляться, что ближайшие 4 месяца команда не выиграла ни разу. Странно, временная 4 месяца – это неплохо. Ну, вот так вот сложилось, да. Но никто не ожидал, и тогда… Некоторые постоянные 4 не выдерживались. Тогда еще просто не было таких возможностей по постоянным манипуляциям составами и тренерами у клубов. Еще тогда не раскусили эту фишку, как можно зарабатывать деньги. Поэтому еще тогда глупые были люди. Но мы-то с тобой умные, и обязательно подготовимся хорошо в следующий раз, и, может быть, даже уже оценим какие-то первые… А, нет, не оценим. Нас ждут матчи сборной, поэтому Тодеску придется поработать сейчас немножко над кондициями, психологией. В данном случае Леонид Арнольдович идеально поступил. Все правильно, вовремя, прямо на значение. Ну, наконец-то мы похвалили Леонида Арнольдовича. Я даже думаю, что мы просто теперь можем там претендовать на ТЭФе, даже не знаю на что. Губерниев просто плачет. Дима, спасибо тебе большое. Еще раз наш бой скаутов подошел к концу. Всем хороших, хотел сказать, выходных, хорошей недели, хорошего просмотра матчей сборных, и до новых встреч. Пока.